МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Айна Басхаева. И вот о чем расскажем в сегодняшнем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уборочная кампания проходит штатно. В Приютницком и Черноземельском районах сбор урожая уже завершили. Честность и объективность – основа их работы. Профессиональный праздник отметили сотрудники органов следствия. И край славных рыбаков нацмузей представил онлайн-выставку астраханского художника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Приютницком и Черноземельском районах Калмыкии завершился сбор урожая. Как отметил Батухасиков, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий республики составляет чуть более 265 тысяч гектаров. На сегодня намолочено уже 450 тысяч тонн зерна, в том числе 390 тысяч тонн пшеницы. По предварительным оценкам, валовый намолот зерна в текущем году составит более 500 тысяч тонн, что соответствует уровню прошлого года. В целом, мы движемся по графику. Есть небольшие отставания из-за дождливой погоды в последние дни, прокомментировал руководитель региона. Он также добавил, что разработанные профильным министерством меры поддержки помогают хозяйствам добиться хороших результатов. Поручил коллегам и в следующем году продолжать оказывать помощь, повышая ее адресность. И главное тут меры по вводу в эксплуатацию неиспользованных земель и мелиорация. Как уже отмечал, вместе с коллегами из федерального центра мы добиваемся решения этих вопросов. Кроме того, усилия Министерства по земельным и имущественным отношениям Калмыкии и районов по учету земель приносят свои первые результаты. Продолжаем работу, подчеркнул глава республики. В республике будет принята единая стратегия цифрового развития региона. К первому сентября регионы должны представить свои стратегии цифровой трансформации. А к маю следующего года будут согласованы планы графики перевода региональных информационных систем на платформу Гостех. Регионы должны выбрать ключевые отрасли, где цифровая трансформация будет реализована в первую очередь. Программу «Минимум» частично обеспечат федеральными средствами. В этой связи в правительстве стартовал образовательный курс для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России. По словам профильного министра Алексея Теева, региональная стратегия находится в разработке. В ее основу ляжет единый системный подход к комплексному развитию республики во всех отраслях экономики и социальной сферы, в том числе в системе государственного управления. В листе появятся QR-коды на объектах культурного наследия. С такой инициативой выступил глава муниципалитета Дмитрий Трапезников, сообщает пресс-служба столичной администрации. На табличках с названием памятника будет напечатан QR-код для получения полной информации об объекте, просканировав который, пользователь автоматически перейдет на новый портал администрации города и листы в раздел «Достопримечательности». По поручению Дмитрия Трапезникова информация будет предоставлена на трех языках – русском, калмыцком, английском. Всего в этом году на объекты культурного наследия города будет установлено 73 таблички. Их оформление начнется в ближайшее время и завершится к празднованию Дня города в сентябре. Сейчас к оперативным данным регионального Минздрава по ковиду. За последние сутки коронавирус подтвердился у 115 жителей Калмыкии, 34 человека выздоровели. В тяжелом состоянии находится 31 пациент, в том числе 11 на ИВЛ. Режим домашней изоляции соблюдает 3019 граждан. Всего на сегодняшний день в инфекционных больницах проходят лечения 774 человека. За минувшие сутки болезнь унесла жизни трех человек. Другим темам за прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, пять получили травмы различной степени тяжести. 19 июля в 10 часов 20 минут 63-летний житель Городовиковского района, управляя автомашиной Kia Sorento, двигаясь по автодороге Городовиковск-Сальск, на пятом километре допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21074 под управлением 69-летнего местного жителя. В результате столкновения оба водителя погибли на месте происшествия. 22 июля в 13 часов 50 минут 25-летний житель Республики Дагестан, управляя автомашиной ВАЗ-2172-30, двигаясь по автодороге Яшкуль-Комсомольский артезиан, на 34-м километре совершил столкновение с грузовым транспортным средством КАМАЗ под управлением 33-летнего жителя города Махачкала. В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки, которым была оказана медицинская помощь. И, как сообщает региональная госавтоинспекция, за этот же период задержан 21 водитель в состоянии опьянения, в том числе три гражданина, ранее лишенные права управления. В Акибуруле завершается строительство автомобильной дороги по улице Кикеева в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Здесь после строительно-монтажных работ должна появиться новая асфальтная дорога протяженностью 880 метров. Всего на строительство выделено более 13 миллионов рублей, из них свыше 3,5 миллионов из республиканского бюджета. По словам архитектора района, Бальджермы Атырова, строительство уже на завершающей стадии. Подходит к концу работы, осталось только вот разметку поставить, знаки установить, а так практически уже закончили. По графику, я думаю, они уложатся. Отмечу, раньше здесь была грунтовая дорога, затем ее покрыли щебнем. Местный житель Даржибакаев живет в поселке с 1974 года. По его словам, строить дорогу по этой улице планировали еще в 90-е, но в условиях непростого времени о строительстве забыли. Теперь же завершение ремонта с нетерпением ждут все жители поселка. Раньше была по колено грязь, а сейчас прекрасная дорога. Мы рады и вообще спасибо строителям. Они очень быстро сделали асфальт, чисто, аккуратно. Я просто доволен. Накануне свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов следствия Российской Федерации. Честность, объективность всегда были нравственной основой их работы. И по сей день лучшие исторические традиции достойно продолжают работники Следственного комитета Калмыкии, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. О непростой службе расскажет моя коллега Светлана Джейва. Профессию следователя без сомнения можно назвать призванием. Ежедневно они сталкиваются с коррупцией, насилием и людским горем. Стальные нервы, внимательность и верность своему делу – то, без чего не обойтись в этой профессии. Все эти качества присущи и Алдару Бактаеву, который вот уже на протяжении семи лет трудится в следственном отделе по особо важным делам. За это время он успел поработать в районе и в листе. По моему мнению, следователь, я считаю, должен быть, во-первых, усидчивым, внимательным, порядочным. Также он должен быть своего рода психологом, так как он непосредственно допрашивает лица, совершивших преступление, тех же свидетелей, и он должен установить портрет допрашиваемого лица. У каждого сотрудника свои методы раскрытия преступления. Совместно с оперуполномоченными они по крупицам создают картину произошедшего. Шаг за шагом продвигаются вперед, чтобы восстановить справедливость, найти и привлечь к уголовной ответственности преступника. Это уголовное дело, возбужденное в ноябре прошлого года по факту убийства совершенной группы лиц по предварительному сговору, сопряженному с убийством. Благодаря собранным по делу доказательствам и анализу результатов оперативно-розыскной деятельности были установлены двое подозреваемых лиц на территории города Ростова-на-Дону. В дальнейшем была установлена причастность обвиняемых лиц к аналогичным преступлениям, это к разбойным нападениям, к не менее трем разбойным нападениям, совершенных в отношении граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Важную роль в следственной службе выполняют и криминалисты. Именно они помогают из множества вариантов следствия выбрать наиболее обоснованную. Их работа – это сбор вещественных доказательств и экспертиза. Набор криминалистов всегда зависит от происшествия, но в базовые входит навигатор, маска и перчатки. В работе успешно применяются современные технологии, которые вместе с лучшим опытом, наработанным поколениями офицеров, позволяют успешно расследовать дела разного уровня сложности. Сегодня на вооружении сотрудников Следственного комитета имеется уникальный прибор, который сыщики прежних лет не могли себе даже представить. К примеру, с помощью этого прибора можно установить улики преступления не только по горячим следам, но и обнаружить доказательства спустя время. «Если там смыли, убрались, то следы при использовании этой техники будет видно, что убирались, что за следы. То есть можно будет сделать вырез той или иной материи, отправить на молекулярно-генетическую экспертизу, и, соответственно, результат будет. То есть можно будет обнаружить следы. То есть когда лицо говорит, что я, допустим, это не совершал, а там должны были быть следы крови, их нет, мы можем их при помощи этого прибора установить. Указанная клинистическая техника применяется при такой категории преступлений, как убийство, причинение тяжкой для здоровья, полегшая смерть, изнасилование, там, где могут быть биологические следы». Профессию следователя однозначно можно назвать одной из самых сложных. Ненормированный рабочий график, выезды на место преступления в ночное время, выдержать все это могут только мужчины. Хотя в последние годы все чаще в этой профессии можно увидеть представительниц слабого пола. Два года назад в ведомство пришла и Бадма Ачирова, которая с детства мечтала стать следователем. «Окончила я Саратовскую юридическую академию. Что можно сказать о работе следователя? В первую очередь, она, конечно же, морально сложная, но в то же время интересная. Следователь в какой-то степени должен быть и психологом, потому что необходимо установить контакт с различными категориями людей, сделать так, чтобы допросы и иные следственные действия были максимально информативными. Но для этого нужно, конечно же, расположить себе людей». Сотрудники Следственного комитета Калмыкии ведут честную и бескомпромиссную борьбу с преступностью. На каждом из них лежит большая нагрузка. Но, несмотря на это, они с честью выполняют свой долг. Только за первые полугодия текущего года рассмотрено 887 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения возбуждено 134 уголовных дела. Все они раскрыты и направлены в суд. Калмыцкие хористы примут участие в Международном Каспийском фестивале классической музыки. Артисты споют на Opera First в Астраханском Кремле. Каспийский фестиваль классической музыки пройдет с 9 по 11 сентября. В программе фестиваля заявлены три разножанровых музыкальных вечера. 10 сентября в Астраханском Кремле театры оперы и балета представят контанту Сергея Прокофьева Александр Невский. Вместе с астраханскими артистами перед публикой предстанут музыканты Большого сводного хора театра и государственного хора Республики Калмыкия имени Цибекова, а также симфонический оркестр под управлением главного дирижера театра Валерия Воронина. Национальный музей имени Пальмова в онлайн-формате представил выставку астраханского художника Николая Рудикова. В экспозиции под названием «Край славных рыбаков» представлено 37 живописных и графических работ заслуженного художника России. Николай Рудиков работает в самых разных жанрах живописи и графики. Один из немногих, кто в настоящее время занимается рисунком как самостоятельным направлением в искусстве. Коллеги называют художника летописцем и человеческим достоянием Астрахани. На его рисунках запечатлены знакомые астраханцам дворы и улочки, колоритные картины прошлого. Вы сейчас знакомитесь с моими работами, которые я сделал еще в те времена, когда Астраханская область была известна как рыбный край, получала от рыбной промышленности большой процент доходов, что ли. Времена постепенно меняются, и сейчас вместо рыбы на смену пришел нефть и газ. Но, тем не менее, наш астраханский край все равно люди знают как рыбный край, и поэтому сюда приезжают к нам и стремятся здесь не только отдохнуть, но и порыбачить. Произведение художника находится в Астраханской картинной галерее имени Дагадина, Пензенской картинной галереи, Государственном музее Киева, Майкопа, в частном собрании семьи Дома Романовых, в частных коллекциях России, Германии, Франции, Англии, Канады. Красиво, четко, очень кропотливо показывал именно труд своих земляков, труд астраханцев в этих жанрах и работах, в графических работах, афортах. Поэтому он, так сказать, приятный тех художников, которые, если работают, то работают на 100% великолепно в мастерстве и в композиции. А в столице Венгрии, Будапеште, завершилось первенство мира среди кадетов. Спортсмены состязались в трех олимпийских видах спортивной борьбы – вольной, греко-римской и женской. Золотой медаль завоевал наш земляк Валерий Мангутов в весе до 55 килограммов. В финале он встретился с американцем Кори Дэниелом Лэндом. Мангутов – воспитание Калаганской школы греко-римской борьбы. Сейчас Валерий Мангутов учится в Ростовском училище Олимпийского резерва. Я очень рад. Я долго шел к этому. Все было подконтрольным. Я выполнил свою работу. Морально подготовился, придумал, что буду делать. Все было нормально. Подошел перед схваткой серьезно. Я боролся как надо. И на этом у меня все. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома. И на официальном аккаунте в Instagram reacalm.ru До встречи. Редактор субтитров А.Семкин